Перед тем, как перейти к рассказу о ноосферной идеологии, вытекающей из теории шестимерной вселенной Роберта Бартини, я хотел бы, насколько это возможно, остановиться на персональном составе Тайного общества Диск. На нем довольно подробно остановились супруги Бузиновские в Тайне Волонда. И я этот момент уже раскрыл в своем ролике Роберта Бартини. Поэтому давайте просто посмотрим фрагменты. Сегодня я хотел бы поговорить об удивительном человеке. Роберто Ороси де Бартини. Или Роберте Бартини. Таким стало его русифицированное имя. Этот человек, итальянский эмигрант, во многом определил лицо Советского Союза, как лицо самой ведущей в мире державы, в области авиации и космонавтики. Кроме того, он внес большой вклад в формирование нового и очень интересного мировоззрения. Ноосферного мировоззрения. И этот вклад по всему даже существенно больше, чем вклад известных людей, которые над ним работали. Эдуарда Леруа, Теяра де Шардена, Владимира Вернадского, ученых-космистов. Он создал новую модель Вселенной. Так называемую шестимерную модель Вселенной. И он, естественно, дал этому очень серьезное научное обоснование. И, в частности, он доказал, ни больше, ни меньше, что, исходя из этой модели, возможны путешествия во времени. Кроме того, видимо, он возглавлял в Советском Союзе такое тайное общество-диск, в которое вошли очень многие советские писатели, составляющие цвет, что советской, что мировой литературы. Вот их предварительный список. Вернее, приблизительный список. Он восстановлен супругами Бузиновскими на основе анализа их творчества. В своей книге «Тайна Воланда». Максимилиан Волушин, Владимир Маяковский, Александр Грин, Михаил Булгаков, Андрей Платонов, Сигизмунд Кржижановский, Алексей Толстой, Леонид Леонов, Валентин Катаев, Юрий Олеша, Евгений Шварц, Иван Ефремов, Лазарь Лагин, Николай Носов, Генрих Альтшулер, он писал под псевдонимом Генрих Альтов, Юрий Довушин, Александр Полищук, Петроний Аматуни, Илья Ильф, Евгений Петров, Владимир Набоков, Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий, Александр Волков. Это писатели, благодаря которым в мировой литературе образовалось такое уникальное и не имеющее аналогов в истории явление, как советская фантастика. Как видите, это писатели, составляющие золотой фонд, что советской, что мировой литературы. И самое главное, составляющие золотой фонд, что советской, что мировой научной фантастики. И, кстати, это далеко не полный список. Я продолжаю работать над этим вопросом, и недавно даже о творчестве двух писателей, которые, на мой взгляд, тоже являются членами тайного общества «Диск», издал публицистическую книгу. Плеалист моими рассказами об этой книге будет на конечной заставке, я уже начал рассказывать об этом на нашем канале. В СССР среди шибко умных людей было мнение, что научная фантастика – это несерьезная, развлекательная литература, и уважающие себя люди такую литературу не читают. Хотя, конечно, с самого начала было ясно, что это ахинея от начала и до конца. Что научная фантастика, что просто фантастика, что фэнтези, что любой художественный вымысел – это только художественный прием, позволяющий лучше, ярче, нагляднее показать действительность. Но я хорошо помню, что даже этот официально признанный литературовидением аргумент насильно в умных людей в Советском Зоюзе совершенно не действовал. Например, известный советский писатель-фантаст Кир Балычев много лет скрывал свое настоящее имя – Игорь Можейко. Именно из тех соображений, что среди сильно обумных людей писателям-фантастам было быть ужасно непрестижно. Я должен сказать, что этот идиотский, другого слова нет, взгляд на фантастику в значительной мере сохраняется и по сей день. Кстати, добавлю, Кир Балычев точно не был членом диска. На самом деле научная фантастика – это, безусловно, уникальнейшее явление, что в мировой, что в российской литературе. Оно возникло где-то во второй половине XIX века, и оно сделало невероятно много для прогресса человечества. Самое же главное, что в фантастике, а также в ряде произведений фэнтези закодировано ноосферное мировоззрение. И именно поэтому к ней нужно относиться очень и очень серьезно. Я уже несколько лет думаю о том, как перейти, собственно, к разговору о ноосферном мировоззрении. И давно уже пришел к убеждению, что без опоры на научную фантастику и прежде всего на советскую научную фантастику мне не удастся перейти к разговору. Мне просто не удастся сделать иначе этот разговор людям интересным. Мои опыт работы над ЗЕН наглядно показывают, что людям сейчас все вернее опять становится интересная коммунистическая идея. И многие мои теоретические статьи над ЗЕН набирают уже весьма и весьма хорошее количество оточитываний. И особенно людей впечатляет, для них это как выяснилось откровение, что так называемый научный коммунизм не имеет никакого отношения ни к науке, ни к коммунизму. Счастью, в наше время я могу уже детально объяснить, насколько чудовищно Иосифом Сталином и его подручными в 1933 году было изуродовано коммунистическое учение. И мой ролик об этом, почему у Путина не получилось поднять Россию с колен, или что такое политаризм, набирает все большее количество просмотров. Он будет на конечные заставки. И значение возвращения нашей страны к настоящей ленинской коммунистической теории невозможно переоценить. Фактически с середины 30-х годов настоящее коммунистическое учение буквально вытравливалось из сознания народа в нашей стране. Но ведь нужно помнить еще и другое. С 20-х, 30-х годов уже прошло очень и очень много лет. И самое главное, все это время коммунистическая теория была в полном загоне. Вначале номенклатуру полностью устраивал научный коммунизм, поскольку он позволял и паразитировать на население СССР. А теперь же он ей стал просто не нужен. И трудно поверить, но в КПРФ по сей день не появилась идеолога, который не только бы разоблачил научный коммунизм. Это почему-то приходится делать не так. Но и адаптировал коммунистическую теорию 19-го века, а также 20-х, 30-х годов 20-го века к современным революям. Ведь вдумайтесь, начиная с начала 20-го века, коммунистическая теория застыла на месте и совершенно не развивается. Правда, появился Николай Платошкин с его новым социализмом. Это, безусловно, новое слово, левая идея. И он сумел сделать эту свою идею нового социализма популярной. Но чем больше я с ней знакомлюсь, с его теорией, тем больше склоняюсь к тому, что было бы лучше, если бы он не появлялся. Наверное, профессиональному дипломату лучше было бы заниматься все же международными отношениями, а не лезть в вопросы идеологии. Так или иначе, я уже сказал, что я считаю ноосферную идею дальнейшим развитием идеи коммунистической и вообще левой идеи. И в следующем ролике, я думаю, начать пока осторожный, так сказать, разговор прикосновения об этой идее. Но сразу должен сказать, даже этот первый, предварительный разговор, думаю, будет очень непростым. Дело в том, что коммунистическая идея, как и либеральная, впрочем, это дериваты христианства. А вот ноосферная идея действительно антихристианская. Более того, эта идея богоборческая. Но об этом мы детальнее поговорим в следующем ролике. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики.